Прогулка по питомнику Сергея. Вон он что-то ганашится, что-то делать. А что он уже сделал? Ну, чего тут не понять. Рассаживал. Вот. Привал. Вот. Сейчас плохо видно. Серое на сером. Но что-то видно. Ленточка означает название сорта. Вот они. Вот они какие. Так. Здорово, хохлы. Здравствуйте. Что делаем? Косточки. А, это вы рассаживаете? Ясно. Интересную штуку. Прислали Сергею. Он посадил густо-густо. Выросли совершенно невкусные. Эти самые. Эти самые. Ушырики, так называемые. А у меня тут спор получился. То есть я не спорил, нет. Сейчас я вам объясню. Кстати, видите, вот такие вот он будет рассаживать. Еще им год расти. Вот такие вот. Густо, места мало. Засуха. Вот. И хорошо, что они такие. Почему? Физически привить он их не смог бы. Если бы они были вот такие, как обычно. Вот такого размера по толщине. Вот. А сейчас про эти Ушырики, про китайки. Я сейчас вам кое-что скажу. Так. Все понятно. Прогресс, техника. Не то, что мое время. Грабли и лопата. Лопата и грабли. Ну иначе. Давайте я сейчас со стороны покажу, как выглядят питомники. Все. И все, и все, и все. Просто покажу. Вот. Сережа. Тут один авторитетный товарищ сказал, что живет на Дальнем Востоке. Что у них, видите, самые китайки, кисло-кисло-сладкие, несъедобные. И очень сомневаюсь, что я сказал правду, что наши вкусные. А твоя бабушка Анна Ивановна говорила, мне ваши венгерки даром не нужны. И ела их, ела только одни эти красно-желтые китайки. Но китайки разные бывают. Они бывают разные. Подожди, я не зря пришел к тебе как к авторитету. Один к одному. Я говорю, наши съедобные, вкусные и будучи тысячи лет не привитые. Никогда не привали их. Вот. А почему на Дальнем Востоке? Он за весь Дальний Восток подписался, что там нет вкусных китаях. А что за авторитет? А там, знаешь как? Когда... Одна это как называется? Ни фамилии, ничего нет. Пыль одна в головах, да? Нет, почему? Может это правда авторитет, но... Ну как сказать? Вот его этот... Ну авторитет может в своем селе нет. Погонялый, больше ничего нет. В своем селе и так далее. А в селе? А в селе? Не, ну ты согласишь, что это... Ну ты не можешь быть орбитером, ну скажи свое мнение. Нет, китайские есть разные. Сурийские, китайские, есть вкусные и съедобные. Наши конкретно, которые мы разражаем, они вкусные и съедобные по самостоятельной культуре, не качественные только подвоя. И есть у меня сортообразцы оттуда с Дальнего Востока один. Вот та вот не съедобная. А я сейчас только пошел мимо и показал. Подлиненная форма, та не съедобная. Вот. Но в качестве по двое годится. По двое годится, но людям надо вкусные подавать, да чтоб не прививать. У меня же половина таких клиентов. Ну я понял. Я твое мнение понял полностью. А мне обидно стало. Он где-то на целых две страницы расписал. И так красиво писал. Нет, конечно, железа у кого-то тут. Но, короче, получается так, что это... Ну, мягко меня, как бы сказать-то, выразили недоверие. Ну все, ладно. Я твое мнение услышал. Пошел дальше. И надо же было именно так, что к тебе Дальнего Востока как раз и прислали такие несъедобные. Хе-хе-хе. Ушарики. Андрей, привет. Да какой там кислятина? Ну, для заготовок идеальный, допустим. Так. Рассадили. Ага. Ясно. Да я вижу. Так. Ну это, наверное, для посылок, раз в огашках не посадили. Это да. Это да. Это да. Ну дай-ка я их покажу людям. Это на дорожке. Ну я знаю, что на дорожке. Что-то трудно догадаться. Красные корни. Вот. Ну, корни прекрасные. Их выкопать легко. Они маленькие. Вот. Но все равно обрезка. Все равно. Это святое обрезка. Вот она. Для лучшей проживания. И что интересно. Вот посмотри мне в глаза. У людей часто гибнут эти. И даже абрикосы, и даже вот эти манжурские. Не часто, но бывает. Бывает. Скажи мне, пожалуйста. Вот ты и рассадил. У тебя были случаи гибели? Ну вот ты посадил. Весна пришла, а не мертвая. Ну такое бывало. Бывало. Ну там один или два. Потому что. Один или два. На сотню. На сотню. Потому что слишком влаги много было на склоне. То есть влага вся туда. Ё-моё. У меня там курица уже. Хе-хе-хе. А как она оказалась у тебя? Да они подрывают забор. Не, ну да. Мясо к тебе пришло. Хе-хе-хе. 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 У меня был анекдот, Андрей, знаешь какой. Значит, он мой сосед, царство небесное. Сережа, помнишь Володю, соседа? Да. Он, его уже нет на свете, но когда он был живой, он умудрялся из ружья стрелял этих. Коршуна. Да. А потом, когда я увидел, как у него из-под заборчика выскочила маленькая собачка веслоуха, а в зубах у нее было курица. А он все этих стрелял. Коршуна. Хороший анекдот, но это правда. Так, ладно, некогда мне с вами лясы тащить. Пойду дальше. Вот скажи мне, пожалуйста, Сергей Валерьевич, как ты мог отказаться продавать вот такие вот? Ну это просто, они привитые. Мне самому нужны. Тут в таком количестве. В таких количествах. А что тут? Тут даже тысячи штук не было. Да, а с виду-то вон. А вон сколько? Только на одной грязке-то тысяча будет. Ну мы рассадили несколько таких грядок. Часов. Всего-то. А с виду там и несколько тысяч. Да. Ну и такие, как бы я не отправляю, были бы они побольше. Так, короче, я заканчиваю эту самую продажу. Уже, слава Богу, конец апреля. Ну еще несколько заказов. Куда бы все это девать? Может посадишь? Ну что конкретно? А так, сыновья манчжурцы, амуры и вплоть до самых вкусных. Нет. Амур. Ну а может как по двой пойдете, как собственно. Нет, я только манчжурский, смотря, использую. У меня еще есть запас косточек. Представляешь сколько я выброшу? А куда я посажу? Я же стратифицировал тоже уже. Куда? Мне свои потом выбрасывают. У меня земли столько нету. Я что-то посажу, но... Ну ладно. Пошел я, чтобы не выматериться. Пошел. А кстати, любимое занятие уничтожать прекрасные деревья. Что хихихать? Выросил, подрубил, отпилил, подрубил. Выросил, выбросил. Но я уже не могу это видеть-то. В стране для лучшего питомника денег нет. Все, пошел. А то еще раз выматерюсь. Так. Ну еще раз прошусь по питомнику. Там, где ленточки, это еще не продано. Меня что удивляет. Вон королевский. Вон серафим. Вот. Меня что удивляет, да? Великолепно. Смотрите. Начинает распускаться цветочная почка. Вот. Ему год или два. Сейчас постараюсь определиться. Ему ее. Не понял я. Если это второй год, то где-то до конец первого года. Невозможно понять. Невозможно понять. Ну ладно. Факт то, что такое чудо до сих пор не продано. Один из лучших российских сортов. Так. Потом, что еще сказать. Вот. Привит на Манджуце. Вот. И до сих пор не продал. Ладно. Еще раз матом. Молча. Про себя. Все, друзья. Давайте я буду сейчас. Да е-мое. Молча. Ну что сказали, что у вас саженцев нет. Я уже человеком пятьдесят сказал. Есть немножко еще. Так это уже потом оказалось есть. А до продажи этих посылок то? Да. На продажи я не говорил, что нету. Там были пять забронированные. Мне не было времени повешать. А, вот именно. Ладно. Нет. На отправке нету. На отправке нету. Вот это у тебя саженец. Называется. Абрикос. Дар небес. А, ты себя оставил? Конечно. Ну тогда я молчу. Тогда я молчу. А я думал, что ты такое чудо не продал. Так. Все, друзья. Хватит. А то останутся сплошные маты. До свидания.